Уважаемые коллеги, я думаю, что одной из важнейших проблем развития современной науки является разработка методологии, которая была бы единой как для объективных наук, так и для наук гуманитарных. Это объективные и естественные науки, технические науки, социальные науки, которые опираются прежде всего на опыт внешний, на рефлексию взаимодействия человека с окружающим миром. Что касается гуманитарных наук, они основаны преимущественно на осмыслении внутреннего опыта, опыта общения человека с другими людьми, с природой, с Богом для верующего, по крайней мере, человека. И это совершенно различные виды опыта, и в науке господствует до сих пор такой математический аппарат, такой понятийный аппарат, который главным образом навязывает нам представления, почерпнутые из опыта внешнего. И гуманитарные науки оказываются перед необходимостью использовать методы и понятия философии, обращаться к искусству, религии, не будучи математизированы. И им даже отказывают, скажем, в праве на применение системных методов, как, скажем, весьма уважаемый мною Сергей Сергеевич Харужий считает, что математика и системные методы применимы только в естественных науках, в объективных науках, а в гуманитарных науках методология, разрабатываемые основаны на мистическом опыте православного исихазма. И между этими науками возникает пропасть. Я думаю, что есть не только необходимости, но и возможности разработки такой методологии, которая позволила бы применять математические, системные методы в гуманитарной сфере и позволила бы переосмыслить аппарат, используемый в объективных науках. И здесь отправными положениями для меня являются представления и понятия о пространстве и времени, которые тоже основаны, соответственно, преимущественно на внешнем опыте, как представлении и понятия пространства, и на внутреннем опыте, как образ и чувство времени. Они могут быть положены в основу системологии видов бытия, но об этом чуть позже. Я хочу обратиться к тем определениям, которые даются пространству. Прежде всего, определение, которое давал Аристотель, определяя геометрические отношения через понятие касания, и близкое к этому определение дает Николай Иванович Лобачевский через понятие «прикосновение». Между свойствами общими всем телам одно должно называться геометрическим прикосновением. И это прикосновение отличает как раз тела ни в силах, ни во времени, и нигде в природе более его не находим. Обратите внимание, во времени нет прикосновения, в силах тоже его нет. Во времени нет той встречи, которая есть в пространстве. Вспомните, как говорили еще философы древности, как повторяли это и ССН, и Толстой, и другие мыслители, почему человеку не нужно бояться смерти, потому что со смертью мы никогда не встречаемся, когда мы живы, ее нет, но когда она приходит, нас уже нет. Во времени нет отношения касания или прикосновения, которые есть в пространстве. Во времени есть, скорее, проникновение. Такое проникновение, которое не является насильственным вторжением, теснящим или разрушающим целостность каких-то тел или даже человеческой души. Это проникновение, в котором совмещается существование различных объектов, объектов идеальных, элементальных. В свое время стойки говорили о том, что могут существовать такие объекты, которые занимают одно и то же место. Но такого совпадения объектов во внешнем мире, конечно же, обнаружить ни тогда, ни сейчас не представляется возможным. И от этой идеи пришлось отказаться. Но такое совпадение есть в мире идеальном, есть такое совпадение в мире ментальном, внутреннем. И мы пока что лишь условно, может быть, метафорично говорим о пространстве души, о внутреннем пространстве, наряду с пространством внешним. Но это внутреннее пространство, на мой взгляд, имеет свойства, на исходное со временем. Тем временем, которое мы как раз переживаем, как текущий момент не тот, который уже истекло, и отобразилось в пространстве, а пространственное представление времени. И даже не то время, которое необходимо нам для преодоления какого-то расстояния, для выполнения какой-то работы, еще не истекшее время, а то, которое течет. Вот здесь именно возможно проникновение, здесь возможно существование в каком-то неслиянном единстве, того, что не занимается место, а характеризуется скорее таким понятием, которое Жильдалёс вывел, не место. Для того, чтобы понятие пространства и времени использовать для характеристики различных видов бытия, нужно обратиться и к их отрицанию, то есть вневременному и внепространственному бытию. Здесь Максим Григорьевич ссылался на мою типологию видов наличного бытия, где новым, пожалуй, является четвертый вид бытия наряду с тремя видами, которые упоминались и Лоским, и Рортью, и другими философами, а именно информационное бытие, которое является, на мой взгляд, пространственным и вневременным. Я признаю, что и в материальном бытии могут быть вневременные процессы, квантовые процессы, о которых здесь говорил Максим Григорьевич ввиду дискретности этого пространства. Но все-таки время, как таковое, присущее в информационном бытии. Мы имеем дело со статичными кадрами, такими, которые движутся только благодаря материальным носителям и нашему психическому восприятию. Психическое бытие характеризуется, как об этом еще Аристотель говорил, существованием во времени, но никакого места эти явления не занимают. А вот что касается идеального, еще Платон говорил, что идеи не обладают ни пространственными, ни временными характеристиками. Но что означает отсутствие пространственных и временных характеристик? Могут ли существовать те или иные объекты явления, не обладая какой-то формой существования? Что означает внепространственное, вневременное бытие? Я пока опущу взаимопереходы этих видов бытия для экономии времени. Можно говорить о том, что эти объекты идеальные, скажем, не обладают ни пространственными, ни временными формами. Возникает вопрос, а какими формами на существование они обладают? Множественность, неясность трактовок форм существования является возражением против такого формально-логического отрицания наличия пространственных и временных форм. Можно говорить, что это не только логически, но это, может быть, количество и математически отрицательные значения пространственных и временных параметров. Однако физический опыт, опыт внешний, говорит о том, что не существует отрицательных размеров и временных промежутков. Их ничем нельзя измерить какими-то объективными приборами или нашими внешними чувствами. Можно говорить о совмещении аппарата мнимых и отрицательных значений параметров временных и пространственных форм существования. Но за исключением, пожалуй, книги «Мнимости в геометрии» Флоренского такая точка зрения не получила еще разработки. На мой взгляд, идя по этому пути далее, мы можем выйти на характеристику таких пространств и таких времен или таких временеподобных и пространственно подобных форм существования, которые будут характеризовать не только объективную реальность на личное бытие, в ее четырех видах, о которых я говорил, но и субъективную реальность, виртуальную реальность и другие типы реальности. Для виртуального бытия можно говорить здесь о квази-пространственных, квази-временных, псевдо-пространственных, псевдо-временных форм существования. Но я хочу поставить вопрос о том, можно ли каким-то образом измерять тот внутренний мир, в котором мы можем наблюдать внутренним, конечно, нашим взором и на чувственные образы, и на понятийные образы предметов явления внешнего мира. На предыдущем конгрессе я ставил вопрос о том, почему мы не используем понятия отрицательных расстояний в физическом пространстве и трактуем их только как направление движения, как вектор, характеристику вектора. Расстояние от точки А до Б или расстояние от Б до А можно, соответственно, как положительно-отрицательное характеризовать. В то время как для времени, скажем, мы видим такую трактовку в теории относительности, что положительное значение временного интервала – это будущее, а отрицательное – это прошлое. Это условное, наверное, значение. Даже здесь речь идёт не о направлении течения времени, а об отрезках временной оси или полуосях, так сказать, временной оси. Можно ли говорить о каких-то иных трактовках отрицательности? Я думаю, что если использовать аппарат гиперкомплексных чисел для отображения координат пространства, можно обратиться здесь к Максвелловским координатам, о которых упоминал Чекер Усанов в своих докладах. И этот подход я как раз тоже на предыдущем Конгрессе представлял. То есть для пространственно подобного интервала, собственной длины, мы можем использовать такое представление, где временной параметр будет записан с использованием величины мнимой единицы. А для временно подобного интервала пространственные координаты будут представлены с элементами квадтерниона. Временная координата здесь будет представлять собой вещественный, скалярный, а не векторный элемент. И в графическом изображении, я здесь опираюсь на микрокуб, представленный в 2010 году на конференции по философии физики Палуяном, ученый из Красноярска, предложил такой микро-гиперкуб, который представляет собой как бы квант пространства времени, образованный двумя системами координат правой и левой. Одна из них представлена действительными пространственными координатами и мнимой временной, а другая – квадтернионом из гамильтонианов, то есть мнимых осей пространства и действительной осью времени. И это пространство может быть интерпретировано через наше собственное отношение к миру, наше восприятие через категории диалогики, и не только для четырехмерного пространства, но и для восьмимерного, если использовать аппарат алгебры Келли, и тут могут быть различные варианты интерпретации в диалогике. Такая интерпретация, на мой взгляд, позволяет пересмыслить абстрактный математический аппарат через наше человеческое восприятие, и позволит гуманитаризировать этот подход. Ну и далее развиваем тот подход, который был предложен Флоренским в его книге «Мнимости в геометрии». Для геометрии двух измерений, для планиметрии, распространяя ее на трехмерное пространство, мы приходим к выводу о том, что такой вариант возможен лишь если мы включим сюда и временную координату. Если представить себе экран нашего внутреннего мира, как такую плоскость, которую мы заимствуем из геометрии Флоренского, то здесь с наружной стороны, штриховыми линиями показаны здесь действительные координаты, будет соответствовать на оборотной стороне этого экрана образ отображаемых предметов в мнимых координатах. Если учитывать, что и человек, и животное, и любое существо, обладающее психикой, внешними чувствами, может распознавать тот или иной предмет, только обладая какой-то моделью его, обладая образом его уже существующим в его психике, то нужно сопоставлять эти отображения с теми, которые воспроизводятся из памяти, и тогда совпадение их между собой, узнавание математически можно выразить как скалярное произведение этих мнимых величин, и тогда не выразиться в отрицательных значениях. Но это только лишь психический образ, основанный на чувственном восприятии. Если речь идёт о понимании, понятийном и духовном взгляде на то, что мы воспринимаем, рефлектируем или внутренне созерцаем, требуется ещё одна координата, и она образует уже трёхмерность, и объём тогда при произведении этих мнимых величин будет отрицательным. Линейные размеры и объёмные размеры этого внутреннего пространства оказываются отрицательными, а вот площадь оказывается положительной величиной, и это, на мой взгляд, соответствует природе информации, информации, которая навсегда задимает какое-то место. И в данном случае, если речь идёт о информации субъективной, информации во внутреннем мире, она не имеет линейных размеров, но выражается в положительной отвоскости. Если соотнести пространство внешнего и внутреннего мира между собой, то мы можем видеть, что физическое пространство, обладающее положительной трёхмерной метрикой, дополняется здесь во внешнем мире информационным пространством, которое может быть одно-, двух- или трёхмерным. Я здесь не говорил о виртуальной метрике, об этом упоминал только на своём докладе в третий день, на докладе российской конференции. А во внутреннем пространстве мы можем говорить о психологическом пространстве, характеризующемся мнимой метрикой, духовном пространстве с отрицательной трёхмерной метрикой, информационном пространстве, которое во внутреннем мире имеет два измерения, а уже закрепляясь в материальных механизмах памяти, обладает уже и трёхмерностью. Мы можем представить себе пространство, которое соединяет в себе внешнее и внутреннее пространство, пространство социума, где взаимодействие и общение человека с миром придаётся пространственным временным осям неодинаковое значение. То есть три измерения абстрактного математического пространства и три измерения физического пространства, они не просто взаимозаменяемы, они зависят от того, как направлено не только движение, но и обращение человека к миру, на его общение. Это может быть продольная аксиальная ось общения, это может быть фронтальная или поперечная горизонталь взаимодействия и духовная вертикаль. Что касается временного измерения, здесь оно представлено как скаляр, и для него важно, что происходит в данный момент, в определённый какой-то момент, происходит ли оно в неопределённый момент когда-либо, не происходит никогда или происходит всегда в любой момент времени. Возможно, иные интерпретации, иные построения. И если придавать координатам внешнего и внутреннего мира значения, использующие аппарат действительных, мнимых, комплексных и гемперкомплексных чисел, и отрицательных значений, то мы можем тогда описывать не только пространство внешнего мира, информационного мира, но и внутреннего мира, а также социального мира. Можно говорить тогда о разработке не только психологических, гуманитарных наук, как объективных и точных, но и таких наук, как темпорология науки на времени, пространства введения, а не только геометрии, как точных наук. Ну и разрабатывать эту единую системную методологию для точных и гуманитарных наук, которых я, наверное, в начале. Спасибо за внимание. Если у меня осталось время, на три минуты, да, осталось, по-моему, на вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Владимир Владимирович, задавайте вопросы. Скажите, пожалуйста, в вашей картине мироздания антологический статус природы информации. Информация, на мой взгляд, представляет собой такой вид наличного бытия, который обладает пространственными и вневременными характеристиками, но отличается от материального, психического и идеального бытия тем, что всегда относительно, оно всегда имеет смысл только в связи с чем-то отображаемым. То есть в каком-то отношении, прав, наверное, Александр Михайлович Анисов, когда говорит, что не существует мира таких объектов, которые обладали бы местами, не текли во времени. Это мир, который существует благодаря трем другим видам реальности. Вот такой особый антологический статус. А вы не согласны с Уиллером? Он говорит, что все избито. Ну, так же, как согласен с тем, что все суета, так и все избито. Владимир Владимирович, ваш вопрос, пожалуйста. На самом деле, вот все, что вы кому-то не знаете, все замечательно. За исключением начальной ошибки, корень квадратный из направления, извлечь невозможность. Корень квадратный из знака вычитания, извлечь невозможность. Поэтому нет мнимых чисел. И у нас в мозгах нет отрицательных чисел. Хорошо, Николай Ильич, вы высказали свою точку. Николай Петрович, Да можно ответить? Я считаю, что моя концепция построена как раз на направленности, которая задана нашим познавательным актом. Без этого мы не можем построить науку для человека. Николай Ильич, ваш вопрос. Владимир Иванович, приводя пример Лобачевского в отношении соприкосновения, как вы считаете, что притягивает людей между собой? Масса, как гравитация, или нечто другое? И в отношении Земли. Что притягивает людей к Земле? Гравитация или нечто иное? Вопрос непростой. Я хотел бы уточнить прежде всего. Лобачевский говорит о прикосновении, в то время как у Эйнштейна мы видим соприкосновение. У Эйнштейна это объективировано в физическом мире. У Лобачевского это субъективный наш опыт, когда человек к чему-то прикасается, и этот опыт воплощается в понятие геометрическое. И человека притягивает и к миру, в том числе вещей, и миру людей. Конечно же, прежде всего, не гравитация. Я думаю, наша духовная природа в единстве с её телесностью, но это пока тайна великая есть. Поэтому, что касается гравитации, я думаю, что сейчас есть основания допускать конкурирование со существованием различных теорий, которые считают, что существует притяжение между телами и другие, которые мы слышали здесь, в том числе сжатие или какие-то другие варианты. До тех пор, пока они могут работать и давать нам какое-то объяснение, понимание, их бы я не отбрасывал на различных концепциях гравитации.